Сегодня я хочу поговорить с вами о настоящей свободе. Скажите, настоящая свобода. На прошлой неделе мы вспоминали один из самых важных дней для нашей страны, 4 июля, День независимости. Это важный день для истории нашей страны, который позволяет понять нам, на чем строилась наша страна. Она создавалась для того, чтобы поклоняться единому истинному Богу в свободе. Мы подписали Декларацию независимости в этот день. Это чудесный день. Но для меня лично этот день также важен, потому что 4 июля 2002 года Бог освободил меня от оков греха. Я праздновал 16 лет спасения 4 июля. Я верю, что многие из нас ходят в определенном уровне свободы, но не в настоящей свободе. Что это означает? Когда вы играете в баскетбол, и кто-то бросает мяч, попадает в корзину раз за разом, то мы говорим «он настоящий игрок» или «он настоящий мастер». Я верю, что многие из нас ходят в определенном уровне свободы, но еще не переживали настоящую свободу. Я верю, что под конец этой проповеди некоторые получат эту свободу. Я хочу обратить внимание на Евангелие. Мы посмотрим с вами на Евангелие от Иоанна. Это 8 глава, отрывок с 31 по 36 стих. Это история, в которой Иисус говорит о свободе. И вот что Он говорит, начиная с 31 стиха. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям». Это была церковь. Эти люди ходили в храм, соблюдали закон, пытались жить согласно закону. Иисус сказал им, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». «Если пребудете в Моем Слове, то вы истинно Мои ученики». Он говорит, «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Правильно? «Если они верили, то были верующими в истинного Бога». Итак, Он продолжал, говоря, «Если пребудете в Моем Слове, то познаете истину, и истина сделает вас свободными». Посмотрите на их ответ. Ему отвечали, «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда». Зачем ты говоришь нам о свободе? Мы народ Завета, никогда не были рабами. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными? Как ты сделаешь нас свободными, если мы уже свободны? Мы уже ходим в призвании. Не говори мне о свободе, ведь я и так свободен. Вот что они говорили Иисусу. А Иисус отвечает им, «Истина, истина, говорю вам, всякий делающий грех, есть раб греха». Вот это да. Мы потомки Авраама, не рабы. А он говорит им, «Истина, истина, говорю вам, всякий делающий грех». Есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает вечно. Мы часто цитируем этот стих, но забываем про контекст. Он говорит, «Итак, если сын освободит вас, то истина свободна будет». Мы — семя Авраама, мы не были рабами. Как ты говоришь, что нам нужно познать истину, чтобы она освободила нас? Если вы связываете себя с Авраамом, то связываете с этими законами, которых целых 613. Они позволяли вам стать свободными, но если вы связываете себя с Иисусом, вам нужно исполнить лишь два закона, и вы исполните все. Многие считают, что наше поведение дает свободу. Но кто из вас знает, что вы не настолько хороши? Вы не настолько хороши. Вы можете поскользнуться, можете упасть. Кто-то подрежет вас на дороге. Библия говорит, что делающий грех является рабом. Вы связаны, вы не переживаете настоящую свободу. Библия также говорит, что если вы говорите, что не грешите, то обманываете себя. Если вы грешите, тогда вы раб. Не нужно ворчать из-за того, что я сказал о грехе. Я знаю, что вам стало жарко, но ничего. Есть свобода. Аминь. Но он говорит, что вы грешите. Я хочу показать пример. Одной из главных политических проблем нашего времени является тюремная реформа. Это горячая тема в нашей стране. Люди кричат о несправедливости по отношению к заключенным. На протяжении последних лет много перемен, хороших, связанных с отношением к заключенным. Они повторно попадают в тюрьму. Я был в Анголе и видел их программу. Там находится один из самых больших библейских колледжей. Там более 32 церквей, которые проповедуют Евангелие в Анголе. Они обучают их там, чтобы, выйдя из тюрьмы, человек сразу пошел на работу. Почему они это делают? Они меняют подход к системе наказания. Потому что люди возвращаются в тюрьму снова и снова. По данным Национального института юстиции, за пять лет после выхода из тюрьмы почти 77% бывших заключенных снова попадают в тюрьму. Это означает, что если вышло четверо, то трое вернутся назад. Это очень большое число. 77%. А из тех, кто был арестован, более половины, то есть 57% были арестованы под конец первого года. Задумайтесь над этим. 77% арестовывают снова на протяжении пяти лет после выхода на свободу. Из них же 57% арестовывают в конце первого года на свободе. Давайте проведем черту, потому что эти цифры являются отражением состояния церкви. Это отражение церкви. У нас все происходит так же. Мы видим, как люди каются, но через год оказываются снова с тем старым образом жизни, с которым пришли к Иисусу. Я помню времена, когда я впервые отдал свою жизнь Господу. Я был искренен, но когда я вышел за двери, то оказался в тех же оковах и проблемах, о которых говорил Богу и просил забрать от меня всего за три месяца. Я считаю, что это отражение церкви. Я решил поискать причины, почему бывших заключенных арестовывают снова. Это не какой-то обширный список. Это те вещи, которые я нашел, потому что я могу долго говорить об этом. Это лишь часть. Первое. Их общины ассоциируют их с совершенными ими преступлениями. Далее второе. Их семьи отворачиваются от них. Потом третье. Их лишают большинства прав, позволяющих им быть продуктивными гражданами. Иными словами, они теряют цель. И четвертое. Они никогда не признают неправильность своих поступков. Они говорят, «Я ничего не сделал. Сколько раз вы такое слышали?» «Я ничего не делал». Если бы они не ездили, то не увидели бы меня. Если бы они не искали наркотики, то не нашли бы их у меня. Так они говорят. Всегда виноват кто-то другой. «Я хочу провести параллель с нашим хождением с Господом». Причины, почему люди возвращаются в духовную тюрьму. Первое. Они отождествляют себя с совершенным грехом. Они отождествляют себя с совершенным грехом. Если я солгал, то называю себя лжецом. Если я украл, то называю себя вором. Я никогда не стану кем-то большим, чем вор или лжец. Я отождествляю себя больше с грехом, чем с той жизнью, которую Бог дает мне через свое слово. И второе. Над ними насмехаются те, кто должен восстанавливать их. Они приходят как грешники, а тот, кто должен восстановить их, смеется над ними. Некоторые из вас сейчас подумали, «Но это не я». Был один парень, которого не было в комнате, когда Иисус явился после воскресения. Это для всех, кто ходил в воскресную школу. Этого ученика не было с ними. И когда ему сказали, что Иисус пришел, то ученик сказал, «А я не поверю вам, пока не вложу пальцы в раны на его цели». Что это был за ученик? Это, конечно же, неверующий Фома. Никто из вас не скажет, что это был Фома, который евангелизировал в Африке. «Да, неверующий Фома». Никто не сказал, что это Фома, который ответственен за то, что Африка стала верующей. Никто этого не сказал. Половина сказала, что это был неверующий Фома. Мы отождествляем его с этой минутной слабостью. Если мы поступаем так с учеником Божиим, то что мы сделаем, когда проститутка, наркоман, зайдет к нам? Что мы сделаем с тем, кто совершил ошибку и изменил жене? Что мы сделаем с ним? Мы указываем на их грех вместо того, чтобы называть их теми, кем их называет Бог. И многие возвращаются к тому старому образу жизни, потому что там их любят такими, какие они есть. Они не меняют своих друзей, потому что друзья постоянно говорят о том, что они делали раньше. И вот третья причина. Почему люди возвращаются в духовную тюрьму? Им кажется, что Бог не может использовать их из-за ошибки. Когда кто-то наломал дров в церкви, мы говорим, «Ты сделал то и то, и мы позволим тебе заниматься этим только на таком уровне». Ты дисквалифицирован из-за своего проступка. Кто мы такие, чтобы дисквалифицировать кого-то? Мы беремся за свою религиозность и говорим людям, что Бог не сможет использовать их снова. Мы лишаем их цели в царстве, несем безнадежность. Мы говорили о том, сколько сейчас самоубийств. Когда мы лишаем человека надежды, то лишаем его жизнь. Мы говорим человеку, что из-за его ошибки у него больше нет надежды. Он может и не совершить физическое самоубийство, но духовное. Если вы думаете, что я никто, то я буду никем. И это правда. Мы должны давать людям цель в царстве, а не лишать их ее. Мы называем себя протестантами. Но поступаем как те, против кого мы протестовали. Иными словами, мы требуем плату, а не покаяние. Это означает, что дела освящают меня. Чем больше делаешь, тем ближе ты к Богу. Моя Библия говорит, что мы спасены благодатью по вере. Кто из вас хочет отречься от благодати? Я ожидал, что никто не поднимет руку. Мы должны остановить это. Четвертое. Они не ощущают, что живут во грехе. Это самое страшное. Иными словами, все не так уж и плохо. Все так поступают. Это разрешено. Меня не посадят в тюрьму за аборт. Это грех. В Калифорнии легализовали марихуану и считают, что можно теперь накуриться. Я пытаюсь обеспечить семью, и поэтому продаю наркотики. Я могу украсть у кого-то. Нет. Я могу говорить ругательство. Благословения и проклятия не могут выходить из одних уст. Мы считаем, что это нормально. Мы говорим, я хожу в церковь, плачу десятину, оставьте меня в покое. Иными словами, вы пытаетесь откупиться от священника, чтобы жить как раньше. Скажите своему соседу, но это все равно тюрьма. Послушайте, одна из главных проблем для верующего это принять полноту свободы, которая была им дана Иисусом Христом. Это одна из главных проблем. Полная свобода. Скажите, полнота. Есть настоящая свобода. Мы не можем принять тот факт, что кто-то возлюбил нас так, что умер, когда мы еще были во грехе. И вот вам еще одна цитата. Одно из главных оружий врага — это осуждение. Это его главное оружие. Осуждение. А что значит осуждать? Это означает говорить четко и определенно, что кто-то делает что-то плохо или неправильно. Я часто вижу, как верующие ходят в этом осуждении. Это так. Они избивают себя и бросают все. Но вы не знаете, что я сделал, пастор. Меня просто не смогут принять. Бог не сможет использовать меня, чтобы сделать что-то великое. Это осуждение. Это и есть осуждение. Все мы знаем Иоанна 3,16, но я люблю 17-й стих и 18-й, где сказано, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Если вы верите во имя Единородного Сына Божьего, то не обязаны ходить в осуждении. Нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Что это означает? Это означает, что я свободен от своих поступков. Вы не обязаны ходить с печатью обвинен на лбу. Все ваши обвинения были омыты Иисусом Христом. Меня не волнует, что вы сделали. Сила Божия обращена к вам. Он говорит, что вы больше не обязаны ходить в осуждении. Бог провозглашает, что вы свободны от всего, что было раньше. Не имеет значения, что было или что есть. Я верю, что вы отпустите это под конец этого дня. Послушайте, когда мы ходим в осуждение, тогда мы становимся пленниками ситуации, за которую Иисус уже заплатил на кресте. Мы идем в тюрьму вещей, о которых уже позаботились. Мне, как пастырю, тяжело смотреть, когда люди выходят вперед, взывают к Господу, а неделю спустя они избивают себя за то, что оставили у креста. Мне грустно от этого. Представьте себе, вы в тюрьме, за решеткой. Я хотел ощутить подобное, но не смог попасть в тюрьму на этой неделе. Я пытался попасть в тюрьму. Где бы я был, если бы не благодать? Представьте себя за решеткой. Приходит охранник и говорит вам, «Давай, собирай вещи». Ты выходишь. Они открывают камеру, а вы продолжаете стоять. Эй, охранник говорит, «Собирай вещи, пора на свободу». И тут вы начинаете рассказывать ему обо всем, что сделали. А он говорит, «Да нет, нет, ты уже освобожден». Судья сказал, что ты можешь идти. Я отпускаю тебя. Но вы продолжаете стоять, словно решетка закрыта. Мы бы посмотрели на такого человека и сказали, «Да он не в себе». Почему ты споришь с тем, кто сказал, что ты свободен? Не смотрите на соседей, смотрите на меня. Почему ты споришь с тем, кто сказал, что ты свободен? Его зовут Ешуа Хамаше. Это наш Мессия Иисус Христос. Мы спорим с Ним. Он говорит, «Двери открыты». Мне нравится цитата в «Очманони». То, что Господь Иисус уже умер за вас, это факт. Также факт и то, что вы умерли с Господом Иисусом. Если вы не верите в свою смерть со Христом, то не сможете принять последствия смерти с Ним. Что именно? Свободу от греха. Если вы не примете ее, то вернетесь в ту же тюрьму, останетесь рабом той же греховной жизни. Вы спрашивали себя, «Почему я поступаю так?» А потом мы цитируем Павла, «Желаю делать добро, а делаю зло». Забудьте об этом. Павел не остался в этом. Вы использовали этот стих, когда впервые процитировали его. Это как с рыбалкой. Если вам говорят, «Брось сеть на другую сторону», вас точно ждет улов. Тут уж слишком поздно. Но мы пытаемся оправдать свою жизнь. А потом мы говорим, «Я несовершенен». Так почему Библия говорит, «Будьте совершенны, как Он совершенен?» «Будьте святы, как Он свят. Вы можете жить, угождая Богу». Когда я жил иначе, то всегда шел домой другим путем, потому что думал, что кто-то хочет подловить меня. Если я видел фары, то тут же сворачивал. Мы поворачивали до десяти раз, прежде чем исчезали фары. Если я подъезжал к кому-то, то всегда включал фары. Это был ужас. Мне казалось, что все хотят убить меня. Когда-то я даже думал, что это могли быть бывшие парни моих подруг. Я не знал, кто это. Я не мог помнить обо всем, потому что наделал столько всего по разным штатам, что думал, словно все хотят достать меня. Но 4 июля 2002 года, когда я отдал свою жизнь Господу, все это ушло. Я начал спать по ночам, гулять свободно. Я начал смотреть, кто это там идет. Я что, насолил ему? Не знаю. Все хорошо, ведь кровь Иисуса покрывает меня. Иисус сказал, что я свободен. Многие из вас ходят сейчас, оглядываясь через плечо. Вы не ходите в свободе, которая приходит в служение Христу. Кто из вас хочет стать по-настоящему свободным? Скажите, кто из вас хочет этого? Галатам, 5 глава, 13 стих, а далее 14. Посмотрите, он говорит нам, к свободе призваны вы. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя». Иначе говоря, становясь свободными, вы делаете это не только ради свободы, а для того, чтобы другие могли пережить эту свободу так же. Враг пытается запереть вас в тюрьме, чтобы вы не помогли другим стать свободными. Вы теряете свидетельство Иисуса Христа. Я хочу обратиться ко всем вам, а потом предоставлю возможность выйти вперед. Почему? Потому что мы хотим быть свидетелями Иисуса, хотим жить в чистоте, хотим угождать Богу. Я не знаю, готов ли я отпустить это. Имейте веру. Библия говорит, что без веры невозможно угодить Богу. Имейте веру. Вы должны прийти к истинной свободе. Именно к ней нас призвал Бог. Я услышу сегодня аминь на это. Если вы раб греха, то я молюсь о том, чтобы Дух Святой коснулся вас. Пастор, вы цепляетесь к нам. Я люблю вас. И не хочу, чтобы вы оставались в этой ситуации, чтобы вы считали это своим призванием. Иисус говорит, что мы стали свободными не для того, чтобы служить своей природе, но чтобы служить другим. Мне нравится история о Павле и Силе, которые славили Бога ночью. Они освободились не только ради свободы, но чтобы освободить всех пленных и тюремщиков. Вот почему мы должны ходить в настоящей свободе, чтобы больше людей услышало славное Евангелие о человеке, который возлюбил нас, когда мы еще были грешниками. Иными словами, Он принял нас до того, как мы с вами исправились. Разве это не чудесно? Мне лишь нужно было поверить. А когда я поверил, то обрел настоящую свободу. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Второе послание Коринфянам 3, глава 17 и 18 стихи. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Послушайте, когда приходит Дух Господень, то нет такой тюрьмы, которая была бы способна удержать эту свободу. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом поместной церкви. Послушайте, Бог любит вас и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас. Субтитры создавал DimaTorzok